Что лучше, жизнь в Беларуси или в России, и чем они отличаются? Я родом из Беларуси, но месяц назад решил переехать в Россию, а точнее в Краснодар. Самым первым делом мы сравним цены. Они очень примерные, так как у разных магазинов разные цены. Я сравниваю цены в белорусском Евроопте и в российском Магните. Чай Липтон, 50 пакетиков, в России стоит 139 рублей. В Беларуси стоимость такого чая 5 рублей 15 копеек, а если перевести это на российские деньги, это получается 171 рубль. А именно вот этот чай я сегодня купил по акции, он вообще 89 или 87 рублей был. Еще дешевле, чем обычно. В Беларуси чаи, наверное, существенно дороже. В России чипсы лейс 80 грамм стоят 51 рубль 50 копеек. В Беларуси чипсы лейс 80 грамм стоят 1 рубль 35 копеек. Это 44 рубля 90 копеек российских денег. Неожиданно, цена практически одинаковая. Вовсе Якобс Монарх 150 грамм, сублимированный, стоит в России 234 рубля. В Беларуси этот же кофе стоит 10 рублей 59 копеек. И это где-то примерно 352 рубля России. Теперь сравним цены на услуги. Замена масла в машине в России стоит примерно от 500 рублей до 1500. В Беларуси вы потратите примерно 6-12 белорусских рублей. Это значит 200-400 рублей России. То есть по нехитрому расчету вам выгодно ехать из России в Беларусь и менять там масло. В российской стоматологии лечение кариеса стоит где-то примерно 1500 России. Так на сайте и написано. Лечение поверхностного и среднего кариеса с наложением пломбы из композита фотополимеризуемого градия фильтек ультиматум. В Беларуси это стоит 45 рублей. На российские деньги это 1496 рублей России. Прям вообще практически одинаково. Это только некоторые из цен, которые я нашел в интернете. Но так цены на какие-то товары дороже, на какие-то дешевле. Ну а если в общем, то цены практически одинаковые. Еще вам расскажу пару отличительных черт. В России на улицах меньше убирают. В Беларуси за этим очень сильно следят. За дорогами, за дворами листьев никаких нету. А вот в России их просто навал везде. Еще меня очень сильно удивляют заниженные тонированные лады. Я думал, это какая-то просто распространенная шутка, когда жил в Беларуси. Ну зачем делать подвеску ниже в отечественной машине, допустим в Жигулях в тех же. Это как на очень старой Нокио налепить значок Apple. Ты думаешь, что это круто, но все остальные и так не считают. В России очень часто на дорогах водители открывают окна и включают просто на полную свою музыку. В Беларуси это единичные случаи. Ну вот, например, в том же Краснодаре, где я сейчас живу в России, пока дойдешь до ближайшего магазина, наслушаешься просто вдоволь музыки. А еще очень часто водители друг другу бибикуют. Я просто не понимаю. У нас в Беларуси, допустим, едет какой-то очень медленный парень. Его все обгоняют и все, никто ему не бибикает. А в России его не обгоняют, просто ему все бибикают. Зачем? Еще такое ощущение, что в России люди более свободные. Ну, например, штрафы в России за все намного меньше, чем в Беларуси. В Беларуси, например, есть налог на тунеядство. Не работаешь официально 180 дней. Заплати налог 200 долларов. Супер. А если ты еще, допустим, заплатил его, то налоговый начнет искать. Как ты его заплатил? Ты же не работаешь. В России намного меньше штрафы на предпринимательство. Кстати, одна история из жизни. Шел недавно по парку в Краснодаре. Смотрю вниз, а там кто-то баллончиком оставил свою рекламу прямо на асфальте. Продаю неудимовые магниты для остановки счетчиков. И его телефон. У нас бы в Беларуси, наверное, за это дали штраф с конфискацией всего имущества. В России из-за этой свободы очень много расплодилось мошенников. Ну, блин, побочный эффект свободы. В Беларуси все очень строго, поэтому все чисто и безопасно. Еще почему-то Российская Федерация напоминает Беларусь до кризиса. До последнего кризиса. Дороги, что они местами у нас разбитые, где-то новые, где-то разбитые. Что в России, где-то разбитые, где-то новые. Видео на канале не было давно, потому что я последние недели очень много работал. В особенности выступал на мероприятиях и занимался интернет-маркетингом, продвижением и созданием сайтов. По ссылкам внизу видео можете все это посмотреть. Чай Липтон? 50. Чай Липтон? Беспалевная реклама. Прям так указано на сайте. Лечение поверхностного и среднего кариеса с наложением пломбы из композита фотополимеризируемого грандифильтекультиматума. Ни кера себе. Фотополимеризуемого. Фотополимеризуемого. Ну вообще, зачем делать подвиску? Видео на канале не было давно, потому что я очень... В особенности... В особенности... В особенности... В особ... В особенности... В особенности выступал на мероприятиях... В ваших комментариях с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видеоповядки. Их там очень много. Плейлист с этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые сейчас будут выходить намного чаще. Всем пока.